Его строили всем союзом ученые из Ленинграда, корабелы из Николаева, рабочие из Сибири. Научно-испытательный тренировочный комплекс, сокращенно НИТКА. Полигон создали для отработки взлета и посадки на палубу авианосца. Сложнее в авиации ничего нет. Самолет должен успеть разогнаться всего за 200 метров и взлететь, точно так же, как в море. Этот трамплин – абсолютная копия того, что установлен на настоящем авианосце. Сесть на столь ограниченном пространстве ничуть не легче, чем взлететь. Пилот испытывает нагрузку при посадке на палубу корабля эмоционально выше, чем во время боевых действий. То есть нагрузка очень высока. Истребитель снижает скорость и после касания палубу тормозит, что есть сил. Самолет останавливается за 3,5 секунды на расстоянии 90 метров. Однако уже больше года реводвигателей на полигоне не слышно. Задача не выполняется. Ждали в этом году Российскую Федерацию, но по каким-то причинам они не прилетели, не захотели работать. Тренировочный комплекс арендовала Россия с 1994 года. Но в 2008-м Нитка оказалась заложницей большой политики. Аккурат в разгар очередного обострения украинско-российских отношений, на этот раз в связи с войной в Грузии, Киев заявил о нецелесообразности дальнейших учений. И не пустил в украинское воздушное пространство российскую эскадрилью, направляющуюся на полигон. Конфликт удалось уладить только после ухода Ющенко с поста президента. Буквально несколько дней назад подписал обращение на имя министра обороны Украины с просьбой передать нитку нам в аренду, либо какой-то иным образом, для того, чтобы мы могли готовить палубную авиацию. В августе 2012 года новое арендное соглашение подписали, после чего здесь целый год ждали учений. Но вместо этого дождались плохих новостей. Россия строит свою нитку и от украинской планирует отказаться. Работы по строительству нитки идут в соответствии с планом, хорошо и качественно. Свою нитку россияне строят в городе Ейск на Кубани. Место выбрано удачно. Славные авиационные традиции сочетаются с близостью Азовского моря. Но ни одной фотографии нового объекта вы не найдете. Режим строжайшей секретности. Строят тренажер на местном аэродроме ударными темпами. Так будет выглядеть российская нитка после завершения всех работ. Создаваемая авиабаза морской авиации будет отвечать всем современным требованиям. Задача, поставленная заказчиком Министерством обороны, будет безусловно выполнена. Почему Россия решила насовсем отказаться от украинского полигона? Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр уверен, все дело снова в большой политике. Поскольку сейчас отношения между Москвой и Киевом резко ухудшаются, наверное, военные очень полагают, что надо готовиться к этому ухудшению, избавляться от зависимости от Украины. Но в Крыму надеются, что все равно не останутся без работы. Ведь построить подобный полигон непросто. То, что находится сверху, это верхняя часть айсберга. Внизу. 90% комплекса находится под землей. Там еще есть 10,5 метров под палубу у нас. Эти машины обеспечивают торможение авианосца. Они должны работать безотказно, иначе катастрофа неизбежна. Пост управления. Во время посадки диспетчер находится в так называемом колпаке, всего в нескольких метрах от несущегося к земле истребителя. Прямо носом направлен на тебя и летит прямо на тебя эта машина. Быстрыми темпами такую машину не построишь. Но россиянам торопиться некуда. Их единственный авианосец сейчас на ремонте, который может продлиться года три. А значит, на украинскую нитку Россия уже вряд ли вернется. Министерство обороны Украины в поисках новых претендентов на полигон. Это Индия, это Китай, это и другие страны. То есть, тревожная общая работа находится сейчас в сфере переговоров. Но в их успех сотрудники нитки верят слабо. Китайцы, как я понимаю, тут ловили не один раз, но китайцы все-таки, я так понимаю, построили свой комплекс. Действительно, построили. И индусы строят. Других потенциальных клиентов на мировой карте просто нет. У кого есть авианосцы, есть и тренировочные базы для них. Украине же нитка ни к чему. Единственный наш авианосец-варяг продан тем самым китайцам по цене металлолома. Ситуация для этого полигона, как не приспорно признать, вероятнее всего предопределена. Каждая страна начинает выбирать собственный путь. Жертвой этого выбора порой становятся и объекты, которые достались в наследство Украине от громадного Советского Союза. Персонал полигона готовится к сокращениям, а уникальное оборудование, вероятно, законсервируют до лучших времен. 18 гектаров у моря с причалом, да еще и взлетно-посадочной полосой уже приглянулись инвесторам. А значит, совсем скоро на месте полигона появятся поля для гольфа, яхт-клуб и мини-аэродром. Роман Бачкала, Василий Миночуков, Олег Ерофеев. Подробности недели. Телеканал Интер.